Кайрлы Тангдустар, доброе утро! Вас приветствует Зара Есиноман и Азамат Ашимов. Спасибо, что встречаете это утро вместе с нами. Сегодня выпуски. Танцующий мир. Все о новых направлениях в танцевальном искусстве. Путешествия и открытие новых горизонтов. В авторской рубрике Виталия Чернова «Родной Казахстан». Новинки кинопроката и новости из мира мирового кинематографа. Дайджест зарубежных новостей, а также знаменательные события в истории, произошедшие 9 апреля. И, конечно же, нас ждет встреча с интересным гостем. Кто этот человек, вы узнаете чуть позже. Итак, мы начинаем. Давайте узнаем, кто из выдающихся представителей культуры, науки и искусства родился в этот день. 9 апреля 1821 года родился Шарль Бадлер, французский поэт и критик, классик французской мировой литературы. Автор таких широко известных поэтических сборников, как «Цветы зла», «Парижский сплин» и «Искусственный рай». В настоящее время стихи Бадлера популярны и часто переиздаются. Сегодня свое 90-летие отмечает Эрнст Неизвестный, всемирно известный скульптор. Во время Великой Отечественной войны Эрнст Неизвестный принимал участие в сражениях. Отголоски войны надолго останутся в памяти художника и будут запечатлены в его работах. Позднее его произведения становятся более экспрессивными и сочетают элементы символизма и кубизма. Эрнст Иосифович – почетный член Российской академии художеств, лауреат Государственной премии Российской Федерации, кавалер орденов почета и за заслуги перед Отечеством Третьей степени. В Утерсберге существует музей его скульптур, а первый в России художественный музей Эрнста Неизвестного был открыт в Екатеринбурге 9 апреля 2013 года, в день 88-летия скульптора. Сегодня 82 исполняется одному из самых известных и любимых актеров французского кинематографа Жану Полю Бельмондо. В 60-е и 80-е годы прошлого века он снимался очень много. Каждый год выходили один-два фильма с его участием. Среди самых известных картин «Женщина есть женщина», «Наследник», «Ставистский», «Профессионал», «Авантюристы», «Одиночка» и другие. Бельмондо неоднократно называли одним из самых коммерчески успешных и востребованных актеров Франции. Хотя его амплуа – это неисправимые авантюристы и цинники в комедийных лентах и боевиках, но актер создал на экране и ряд весьма серьезных драматических ролей. Жан-Поль Бельмондо – командор Ордена Почетного Легиона и Ордена Искусств и Литературы. Удостоен премии «Сезар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Дважды номинировался на премию «Бафта» как лучший иностранный актер. Азамат, наверняка есть танец, который ты хотел бы научиться танцевать. Да, Зара. Знаешь, я очень люблю лесгинку. И вообще мне, в принципе, нравятся восточные танцы. Я думаю, что лесгинка очень хорошо подошла бы твоему гордому темпераменту. Спасибо, очень приятно. Ближе к лету я, наверное, займусь поисками учителя. На самом деле объявлений очень много, и практически в каждом танцевальном клубе или классе, сейчас очень много таких объявлений, можно найти хорошего преподавателя, который обучит Азам. Хотелось бы найти хорошего преподавателя. Но поскольку мы сейчас с тобой заговорили о танцах, давай посмотрим рубрику Анна Рзаевой «Танцующий мир». Танец Руэда де Кассино многие сравнивают с катанием на карусели. У исполнителей возникает ощущение головокружения и упоения скоростью. Когда происходит быстрая смена партнеров, перед глазами мелькают яркие цвета и улыбчивые лица. Несмотря на принадлежность к кубинской сальсе, Руэда зародилась во Франции в 18 веке. Именно здесь, в так называемых салонах, появились танцы, которые позже были завезены на большие Антильские острова, в том числе и на Кубу. Они видоизменились, приобрели афрокубинский оттенок, но принцип исполнения в группе остался прежним. Руэда де Кассино – это разновидность танца сальсы. В чем ее особенность? Танцуется она только парами, от двух и более, то есть количество не ограничено. Обязательно, она немножко напоминает хоровод. Обязательно должен быть лидер или командант, как его называют. Он выкрикивает фигурочки, то есть он является центровым человеком, который задает ритм этому хороводу. Он выкрикивает фигурки и все остальные должны синхронно повторять. В 50-х годах прошлого века Руэда танцевали в закрытых кубинских клубах, которые назывались «Кассинос Депортивас». Танцоры исполняли любимые движения, а также придумывали новые фигуры. Лишь спустя 15 лет, когда ритмы сальсы набрали популярность во всем мире, Руэда де Кассино открылась людям и превратилась в народное развлечение. Фигурки, названия фигурок во всех странах практически одинаковые. Поэтому, приехав в любую страну, вы сможете говорить на языке сальсы с любым человеком. Если вы не знаете английского, испанского, португальского, любого языка, вы приедете в любую страну, вы придете в клуб, услышите ритмы сальсы, вы сможете танцевать абсолютно с любым человеком. Возвращаясь к теме фигур, сегодня их насчитывает более 150. Некоторые идут сигналом руки. Это необходимо в клубах, где громко играет музыка или при большом количестве танцующих пар. Одновременно слушать музыку, вести партнершу, правильно исполнять элементы и постоянно следить за знаками ведущего действительно сложно. Не пропустите программу «Танцующий мир». Сегодня в 21.20 в эфире телеканала «Былемжани Мадини». Азамат, до начала лета остается менее двух месяцев. Наверняка ты, как человек, который планирует свое время, уже знаешь, как будешь проводить свой отпуск, куда бы ты хотел отправиться. Да, совершенно верно. Я, честно говоря, жду, не дождусь, когда же наступит лето и когда же я смогу собрать чемодан и отправиться в путешествие. А вообще ты любишь активный отпуск, отдых? Я имею в виду, например, путешествия, посещение каких-то храмов, музеев? Либо ты предпочитаешь лежать на солнце, попивая какой-нибудь прохладительный коктейль? Зара, ты знаешь, я вообще считаю, что человек просто обязан путешествовать. Азамат, ну не зря мы с тобой заговорили о путешествиях, потому что вот к нам уже в студии присоединился режиссер нашей программы Виталий Чернов, человек, который знает о путешествиях все и даже более. Доброе утро. Виталий, доброе утро. Спасибо, что пришли. Доброе утро, друзья. Итак, чем порадуете нас сегодня? Ну вот в прошлой программе мы рассказывали о первоцветах, и там был тульпан Рейгеля. Он только в одном месте произрастает, в Чуилийских горах. В Чуилийских горах? Да, в Чуилийских горах. Вот продолжим тему Чуилийских гор. Давайте посмотрим сюжет и потом поговорим. С удовольствием. К северо-западу от Зайлийского Алатау на юге Казахстана более чем на 200 километров простирается разрушенный временем горный хребет. Хребет служит водоразделом бассейнов рек Чу и Или, поэтому эти горы назвали Чуилийскими. Миллионы лет назад здесь возвышались высоченные горные пики. Ветровые и водные эрозии источили горы. Современный природный ландшафт представляет собой возвышение широкими долинами и пересыхающими или сухими руслами рек. Но за пустынными, на первый взгляд, пейзажами кроется богатый растительный и животный мир. Весной ущелья Чуилий напоминают цветущие луга. Но чтобы полюбоваться красочными тюльпанами Грейга или Альберта, нужно забраться на скалистые насыпи. Среди безлесья вдруг за поворотом встречаются ивы. Это нерукотворное место. У расщелин, где есть родники, растут вековые деревья. Ботаники утверждают, что в Чуилий встречаются 500-600 летние ивы. По весне каменистые ущелья Чуилий пропитаны цветочным медовым запахом и наполнены разноголосным птичьим пением. Около родников обитает много дичи. Над Чуилий пролегают воздушные пути миграции птиц с юга на север. И некоторые перелетные пернатые выбирают для гнездовья каменистые Чуилийские горы. Через Чуилий проходили и дороги многих древних народов, расселявшихся на просторах Евразии. Чуилийский край люди стали заселять в середине второго тысячелетия до нашей эры. Об этом свидетельствуют древние наскальные изображения. Особо богато петроглифами засушливое каменистое ущелье Тамгалы в юго-восточной части Чуилий в горном массиве Анрахай. Наскальные рисунки изобилуют самыми разными сюжетами. Тут и целые многофигурные композиции с изображением людей и животных. И сцены охоты, и сцены жертвоприношений. Много солярных знаков. Эти солнцеголовые или солнцеликие изображения являются главными божествами для людей эпохи бронзы. Петроглифы Тамгалы – один из наиболее древних и ярких памятников наскального искусства Семеречья. С 2004 года Тамгалы являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Но, кажется, главными хранителями Чуилийского края по-прежнему остаются солнцеликие индо-иранские божества. Вот уже тысячелетия встречающие и провожающие за горизонт солнце. Виталий, потрясающие съемки, очень красивые цветы. Вы тоже любите тюльпаны? Так же, как мы и с азаматом? Ну, я же родился весной, поэтому для меня самый любимый цветок – это тюльпан. Это самый мой любимый. И причем, вы же обратили внимание, что там очень много тюльпанов. И все краснокнижные. Но самое, наверное, удивительное – это наскальные рисунки. Там какие-то необыкновенные животные изображены. Они вот с необыкновенными рогами. Некоторые думают, что такие животные тогда были в тех местах. Но это не так много лет прошло. И для истории, чтобы животные изменили свой облик, нужно тысячелетия и тысячелетия. Это просто люди верили, они верили солнцу. У них было все связано с солнцем. У них были места не просто так, наскальных рисунках. Это были какие-то их храмы. Для каждого времени года было отдельное место, где были специальные рисунки. И где солнце именно появлялось в тот момент. То есть, значит, в день весеннего равнодействия сюда приходили, к одному храму своеобразному. Летнее равнодействие, они приходили к другому храму и так далее. То есть, это были места специальные. Это музей под открытым небом. Там есть гиды. Туда можно приехать. И они очень много вам расскажут. Больше, чем я. И будет очень интересно для познания. Да, действительно интересно. Но, Виталий, мы знаем вас как хорошего путешественника. Неутомимого путешественника. И, наверное, мы зрителям не будем раскрывать всех карт. И будем ждать от вас новых сюжетов, новых документальных фильмов о нашем родном Казахстане. И ярких весенних съемок. Это я вам обещаю. Спасибо большое. Спасибо. Увидимся в будущих выпусках программы «Кайрлэтан». До встречи. До встречи. До встречи. Азамат, любишь ли ты мюзиклы? Спрашиваю тебя. Потому что, например, меня в моей семье никто с этим пристрастием не поддерживает. Я просто обожаю, когда люди разговаривают между собой, а потом вдруг начинают петь и танцевать. Разве не волшебство? Зара, я тебя поддержу, потому что, на самом деле, я тоже люблю мюзиклы. И один из моих любимых спектаклей – это «Мамма миа». То есть ты посмотрел постановку в театре, да? Да, я посмотрел. Это было в 2009 году, когда я был в Лос-Анджелесе. И представь себе, вот в США, где мюзиклу уделяют достаточное внимание. Это очень популярный жанр. И посмотреть вот это все вживую – это настолько… Прекрасно. Ну, а как тебе фильм «Мама миа» с «Блистательной Мэрил Стрип»? Фильм я посмотрел позже. Фильм интересный. Ну, вообще, мне, в принципе, Мэрил Стрип нравится как актриса и как она. И я считаю, что она очень хорошо вот именно сыграла вот в этом фильме. Ты знаешь, у меня тоже есть любимый мюзикл. Это фильм, созданный режиссером Джулией Теймор, который называется «Через вселенную». Чем он мне так дорог? Тем, что фильм этот поставлен по песням группы «Битлз». И все ключевые моменты в истории группы «Битлз» запечатлены в этом фильме. И «Блистательная игра актеров» того же Энтони Бёрджеса. То есть мне этот фильм понравился с тех пор, как я только его впервые увидела. Это было, по-моему, в 2006 году. Зара, ну, если это твоя рекомендация, то я посмотрю обязательно. Да, посмотри, я думаю, что тебе непременно понравится. Ну, а тему кино продолжит Дмитрий Мостовой, который расскажет о новинках кинопроката. Доброе киноутро. Нынешний уикенд – это уикенд-драм. Нет, конечно, в казахстанский прокат, как обычно, выйдет и немалое количество попкорновой жвачки, но мы же собрались с ней ее обсуждать, правда? И в сегодняшнем выпуске «Киноревью» я познакомлюсь с продюсерским проектом «Рис Уизерспун», режиссерским дебютом Райана Гослинга и в качестве исключения мелодраматическим мюзиклом «Санной Кендрик» в главной роли. Номинированный на два «Оскара» фильм «Дикая» – редкий случай того, как не актрису выбрали на роль, а сама актриса выбрала роль для себя. Обладательница «Оскара» Рис Уизерспун уже давно известна и как успешный продюсер. В ее активе не только фильмы с собственным участием, как, например, «Блондинка в законе», но и, к примеру, хит прошлого года, детективная драма «Исчезнувшая». Поэтому, когда компания Fox Searchlight выкупила права на автобиографическую книгу американки Шерилл Стрейд, а компания «Рис» подключилась к продюсированию экранизаций и Уизерспун понравилась роль, вопрос о поисках другой актрисы отпал сам собой. «Дикая» – это история женщины, которая в попытке решить свои проблемы с мужчинами, наркотиками, а также побороть депрессию после развода и смерти матери, отправляется в пешее путешествие по Америке. Снял «Дикую» канадский режиссер Жан-Марк Валле, прежде всего известный по картинам «Молодая Виктория» и «Далласский клуб покупателей». Что касается «Оскаровских» номинаций этого года, то их получили сама Уизерспун и ее партнерша по фильму Лора Дерн, исполнившая роль матери главной героини. Карьера любимца девушек Райана Гослинга, начавшаяся еще в детстве, настолько разнообразна и насыщена, что неудивительно, что канадец, помимо съемок в кино, например, играющий в собственной рок-группе, в итоге дошел и до режиссуры. И, конечно, режиссерский дебют Гослинга не мог быть тривиальным. В презентованном еще на Каннском кинофестивале прошлого года в фильме «Как поймать монстра» критики мало что поняли, но не могли не отметить появление незаурядного режиссера. «Как поймать монстра» в оригинале, впрочем, название менее страшное – «Лост Рива» – «Затерянная река». Это мистическая драма, рассказывающая о матери-одиночке, и живущей с двумя сыновьями в одном из заброшенных районов некогда развитого города, в чьей роли выступил Детройт. Более подробно пересказывать сюжет смысла нет. Упомяну только, что в главной роли Гослинг снял свою хорошую знакомую по фильму «Драйв» Кристину Хендрикс, а также Сиршу Ронан, Бена Мендельсона и Эву Мендес. От кино драматического и сложного переходим к более легкому жанру – мюзиклу. В отличие от, скажем, бродвейской классики «Энни», чья экранизация шла в наших кинотеатрах совсем недавно, мюзикл «Последние пять лет» не имеет такой богатой истории. Он был поставлен в театре лишь в 2001 году, но оказался столь успешен, что киноадаптация не заставила себя ждать. А осуществил ее Ричард Лагровенес. Не только блестящий сценарист, работавший над такими известными картинами, как «Король рыбак», «Мосты округа Мэдисон», «Воды слонам», но и режиссер, снявший, например, безусловный хит 2007 года «Пиэс» «Я люблю тебя». Последние пять лет – это первый опыт Лагровенеза по работе с мюзиклами, и получился он у Ричарда очень даже симпатичным. Главную роль девушки после расставания с любимым вспоминающей совместные годы исполнила великолепная поющая актриса, номинантка «Оскара» Анна Кендрик, а ее партнером выступил известный только американским телезрителям по различным шоу Джереми Джордан. На этом все. Увидимся, как обычно, через неделю. Смотрите кино. И к событиям из истории мировой культуры. Ровно 233 года назад, 9 апреля 1782 года, открылся театр «Адеон», один из самых крупных театров Франции. Здание театра было построено по указанию королевы Марии Антуанетты. Она же и открыла его. Первоначально он предназначался для главной сцены страны – «Камеди Францез». Название театра было присвоено ему в 1797 году. Оно символизировало преемственность поколений. Адеонами в Древней Греции назывались строившиеся еще с 5 века до нашей эры круговые крытые площадки со зрительскими местами для состязаний в комедийном или музыкальном мастерстве. Сегодня «Адеон» уже не только храм театрального искусства, но еще и крупнейшая библиотека – архив, хранилище звуковых и видеоматериалов, связанных с театром. Ну а теперь время узнать о том, что интересного происходит в мире. На пляже Калифорнии вынесло рекордное число морских котиков – более полутора тысяч. Большинство из них – детеныши, некоторым особям лишь несколько недель. По словам экологов, многие весят около 20 килограммов, что крайне мало для этих крупных млекопитающих. Ученые объясняют это нехваткой корма. Это может быть связано либо с ростом популяции, либо с уменьшением количества корма. На берег выносят недокормленных и слабых детенышей морских котиков. Видимо, их матери не находят достаточно корма, и в его поисках они вынуждены оставлять своих малышей. Волонтеры помогают находить морских котиков и отправлять их в приюты. Животные будут находиться там до тех пор, пока не поправятся, после чего их вернут в океан. И даже столетия спустя парижане ликуют и радостно выкрикивают «Бонапарт». В столице Франции открылась историческая реконструкция событий 1815 года. Ровно 200 лет назад Наполеон Бонапарт вернулся из изгнания с острова Эльба, куда был сослан после поражения в русско-французской войне 1812 года. Американцы увлекаются образом Джорджа Вашингтона, некоторые – генералом Ли. А у нас, во Франции, есть Наполеон. Я убеждена, что он был большим государственным реформатором, ведь именно при нем была создана большая часть нашего гражданского кодекса. Реконструкция достаточно точно передает все исторические детали того дня. Как и 200 лет назад, Бонапарт вошел в город на своем белом коне. Наполеон осмотрел войска и добродушно поприветствовал парижан. Это потрясающе! Не то, что я одержим Наполеоном, но почувствовав такую любовь французов к Бонапарту, я просто им очарован. Наполеон – яркая историческая фигура, великий полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства. Поражение Великой Армии в войне 1812 года против России положило начало крушению империи Наполеона I. После битвы народов под Лейпцигом Наполеон уже не мог противостоять объединенной армии антифранцузской коалиции. Вступление в 1814 году войск коалиции в Париж вынудило Наполеона I отречься от престола. Он был сослан на остров Эльба. Наполеон вновь занял французский престол в марте 1815 года, однако после поражения при Фатерлоу вторично от него отрекся. Последние годы жизни Наполеон провел на острове Святой Елены. Его прах с 1840 года находится в доме инвалидов в Париже. И снова доброе утро, дорогие друзья. С вами Азамат Ашимов, Зара Исинаман. И мы с большим удовольствием хотим представить вам нашу гостью. В студии программы «Кайрлы Тан» Надежда Павловна Майба, создатель и художественный руководитель театра кукол «Зазеркалье». Доброе утро, Доброе утро, Анна Дежда Павловна. Огромное спасибо, что вы сегодня вместе с нами. Спасибо. Я тоже рада вашу студию посетить снова и поздороваюсь со всеми зрителями. Доброе утро всем, всем, кто нас сейчас смотрит. Всего вам самого хорошего. Вот так позитивно начинаем нашу беседу. Возвращаясь в 1989 год, когда вам пришла идея о создании такого замечательного театра, как «Зазеркалье». Вы помните это время? То есть как пришла вам такая мысль? Так вот родился театр, потому что мы объединились вначале с одним из актеров, Андрюша его звали, а он мне предложил создать театр воинов-интернационалистов. Мы собрали ребят, афганцев, очень большие таланты, мальчики шикарно писали музыку, песни, стихи. И с ними мы делали какие-то программы, с этими ребятами. И однажды я решила поставить спектакль. Мы поставили спектакль «Седьмой подвиг Геракла». Ну как кукольница истинная внутри. Главный персонаж ата, богини лжи, у меня была кукла, которая могла растворяться, у неё могла отделяться голова, туловище. И то есть я поняла, что я от мозга костей до кончиков пяточек, я всё равно кукольница. И постепенно наш театр воинов-интернационалистов превратился в зазеркалье. То есть вот эта вот кукла, это получается ваша первая, наверное, кукла, то есть дебютная работа, да, в качестве кукловода? Дебютная работа была ещё в Республиканском театре кукол. Мне там тоже было достаточно скучно. Я собрала вокруг себя творческую молодёжь. И мы поставили первый спектакль «Главное желание». Я недавно говорила с одним моим знакомым актёром и спросила у него, а вот ты бы смог работать актёром-кукольником? На что он ответил нет. Я бы, наверное, не смог, потому что это профессиональное образование. То есть это вообще нужно настолько вжиться в роль своего персонажа. Как это происходит? Вы знаете, во-первых, это физически очень трудно. Это нелегко, честно. Потому что руки вверх, да ещё с грузом. Да, вот в чём заключается сложность? Сложность заключается в том, что нужно всё через руку передать кукле. Когда мы с вами общаемся, ну, вот я вижу ваши глаза, я оцениваю то, что вы говорите, я вас слышу. И моё тело, оно действительно, знаете, как Бог нас мудро создал, оно знает, что делать. Когда какой жест. Если я говорю, здравствуйте, да, я улыбнусь, я протяну, может быть, руку. То есть легче. А здесь нужно, чтобы ребёнок поверил, что кукла слышит. Чувствует. 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 Чувствует, что она может есть. У меня там заяц, когда хрункает морковку, мы специально её сделали, как реквизит полморковки. Снеговик отдаёт свой нос, чтобы заяц не умер. Заяц оголодал. И вот он с аппетитом кусает. У него даже ротик не открывается. А ко мне одна девочка после спектакля подходит, говорит, заяц, так кушал морковку, у тебя ещё нету. У меня шлюнки потекли. Шлюнки потекли. То есть дети верят в это. Верят. Антиша Павловна, вот говоря о зрительской аудитории, я когда посетила ваш театр, обратила внимание, что там есть дети младшего школьного возраста, и там даже были родители с совсем маленькими грудничками на руках. На ваш взгляд, с какого возраста нужно приходить к кукольный театр? Лично наши дети тоже с грудничкового периода уже смотрят. Вот у нас есть восьмимесячный мальчик, кирейчику, актрисы. И мы его приносим. И вы знаете, он смотрит как завороженный. Он начинает привыкать к этому. Конечно же, он пока мало что понимает. Но всё равно он радуется, когда, допустим, те же пузыри летят, мыли, или что-то происходит. Я вижу, как он радуется, какие он выдаёт звуки. Он реагирует на это обязательно. Знаете, Зарочка, дело в том, что действительно детки очень разные. Кто-то и в восемь месяцев смотрит, а кого-то и в пять лет не удержишь. То есть он не может держать внимание, он не приучен. Почему интерактивная программа перед началом? Мы выбрасываем эмоции, чтобы потом заинтересовать ребёнка. Но бывает крайне редко, когда ребёнок не досматривает до конца. Крайне редко. У нас есть философские сказки. Есть сказки, которые действительно учат каким-то глубинным. И иногда маленькие детки уходят за пять минут до финала. Но большинство, но это бывает редко, большинство, все спектакли, каждый берёт свой пласт. Они досматриваются. Маленький ребёнок возьмёт своё. Он себя увидит, что он, допустим, не слушался так же, не хотел убирать игрушки. Побольше ребёнок он уже берёт своё. В каждом спектакле даже для родителей у нас обязательно мы как бы говорим, а это между строк. Это поймут только взрослые, но им тоже будет радостно посмеяться. Вот в сказке для Джани, да, у нас есть кукушка, которая учит собачку лаять. И она говорит, ну, как ты не умеешь лаять? Я лаюсь со всеми с раннего детства. Не уметь лаять в наше время смерти подобно. С каким смыслом? И родители что-то для себя тоже берут. В завершении нашей беседы, какие ещё планы у театра кукол в зеркале? Какие новые постановки вы планируете принести в репертуар? Ну, сейчас уже практически готова одна из идей, которые мы воплощаем в жизнь. Это о профессиях. Сейчас детям очень трудно, ну, как бы в выборе профессий. И у нас это тоже будет интерактивная программа. И мы будем рассказывать им о профессиях и о шоу-бизнесе в том числе. Большое вам спасибо за то, что вы делаете. И вам спасибо. Спасибо большое, Надежда Павловна. Всего доброго. Хороших программ побольше. И почаще приглашайте хороших людей к себе в гости. Дорогие друзья, ещё раз напоминаем, что сегодня гостей программы Кайрлы Танк была Надежда Павловна Майба, создатель и художественный руководитель великолепного театра кукол в зеркале. Приходите в театр. Ну, а мы, Зара Исеноман и Азамат Ашимов, прощаемся с вами, но ненадолго. Встретимся с вами в скором времени. До свидания. Оставайтесь на телеканале. Былим же немоденет. Увидимся завтра. До свидания.